Друзья, сейчас заключительное видео с самой интересной, пожалуй, частью встречи с инвесторами. Это ответы на вопросы инвесторов. Вопросы были самые разные. Ну и я тоже задал вопросы. Меня интересовало, что там с иностранными ценными бумагами. Это будет в конце этого видео. И что с балансировкой портфеля. Покупать сколько акций, сколько облигаций в портфеле должно быть, на мой взгляд. Ну, ответ был размыт, в общем, достаточно. Ну, что делать, как получилось. Итак, смотрите. Актив плюс еще нужно платить. Да, каждый день. Да, то есть здесь получается... Каждый день снимается комиссия, да, так получается? Да, да. Но там есть определенные параметры, которые пересчитывают регулярно. То есть есть даже ситуация, когда вам до начисляется, наоборот, за счет разницы между стоимостью валюты и стоимостью этого бенчинного кинчерса. Вот. Но иногда, может быть, в других ситуациях выгоднее, наоборот, его будет держать. Может быть, если рубль будет укрепляться. Это вы про валюту? А вечное золото? На золото я не использовал пока. Мы золото вот через валютную секцию приобретаем. Но это спот. Да, на споте. А, в счетчике. А ваши фаворитеты на российский фаз? Вы знаете, по-моему, по ПСП мы, в общем-то, закрыли идею. Вообще, четыре основных идеи сейчас – это по-прежнему СБИР, в общем, два месяца и стоит в боковике. Но по СБИРу там могут теоретически… там дивидендная политика до конца года, согласованная, могут ее изменить в большую сторону, то есть больше 50% по МСФО в будущем платить. Ну и в целом, и без этого мы прогнозируем 300 рублей за акцию, да, на горизонте года. Ну и это бумага, которая, как бы, фундаментально обоснована ее покупкой, и сомнений в том, что бумага сильная не возникает. В общем, это СБИР, это Сургут, нефтегазпре, мы сейчас, кстати, максимальную долю нарастили, потому что завтра отчет, вот. По текущей оценке валюты, учитывая, что у компании большая валютная кубышка, порядка 10 рублей за акцию может быть дивиденд. Ну, если к концу года рубль укрепится, такое тоже может быть, хоть мы этого давно не видели. Может быть, дивиденд будет ниже 10 рублей, конечно, но, тем не менее, бумага стоит сейчас 45 рублей, мы дешевле 40, ее покупали в основном. Вот, если дивиденд будет 9-10 рублей, то потенциально она может стоить и 70, и даже выше. У нас сейчас ближайшая цель 55 по бумаге, но при ее достижении или если будет хороший отчет, бумага может резко переоцениться, мы эту цель будем повышать. В общем, Сбер, Сургут, Прев, из экспортеров мне больше всего импанируют Лупойл, и Магнит сейчас очень интересная идея, потому что они выкупили 21% акции у нерезидентов, теперь вместе крупные акционеры имеют более 51% акции, они могут собрать цель от директоров, объявить о выплате дивидендов потенциально в этом году. Там накопилось за последние 2 года, пока они не платили дивиденд, порядка 1000 рублей на акцию. По нашим оценкам, оценка это не точная, да, совершенно, потому что отчетности мы не видели, но выручку они генерировали хорошо, потому что ритейл хорошо в целом последние 2 года генерировал выручку. Соответственно, если 1000 рублей на акцию заплатят, это 7-8 тысяч рублей за акцию мы можем получить. То есть это еще 20-30% рост в исключение цене, поэтому Магнит мы тоже удерживаем, и даже несмотря на то, что он уже там хорошо подрос, все равно потенциал роста еще остается. Вот это 4 основные бумаги, ну то есть это наибольшая доля, да, а остальные бумаги, опять же, экспортеров много. Новотек мы сейчас чуть-чуть подфиксируем, наверное, будем чуть-чуть продавать, потому что мы выше уже не сильно ожидаем роста Новотеку. У нас 3550 где-то была цель, но он уже, в принципе, полторы тысячи стоит. Сагра, есть у нас немного, полюс, белуга, очень, кстати, сильно выросла, что еще? Ну, так в основном все, какие-то другие еще тоже идеи есть. А как вы вообще смотрите в целом на рынок? Дальше мы будем расти, если будем расти, то основные драйверы какие-то? Вы знаете, на самом деле многие говорят, что рынок перекуплен, рынок упадет, но я на это смотрю с точки зрения, опять же, я валютой много трогал с клиентами. У нас, когда доллар стоил 60, индекс стоил 2, 2, 200, 2, 200. Сейчас доллар стоит 90, индекс стоит 3000. Если мы посмотрим, насколько выросла валюта и насколько вырос индекс, мы получим практически одинаковые значения плюс-минус. То есть, если рубль будет дольше падать, то рост рынка абсолютно оправдан. Плюс еще то, что у нас фундаментально рынок урушился за это время и появились, вновь в компании возвращаются сейчас публикации отчетности. Компания платит хорошие дивиденды. Я считаю, этот фактор, он даже еще не сполна отыгран, потому что рынок немного еще находится в анабиозе после того, что за последний год произошло. Поэтому я думаю, что потенциал роста есть. Рынок, можно сказать, не вырос в валюте. У нас большая часть индекса – это экспортеры. Ну, смотрите, это вот технический расчет, который вопрос был по поводу драйвера просто. То есть, по СВО, у нас в основном были не резаны. Да? Такой процент. И это сейчас запланировано. Да. Что с ними? Есть ли какая-то вероятность, что это как-то через Китай? Второе. Сейчас у нас какая ситуация? Сейчас, в основном, как мы понимаем физику. Да? Соответственно, вот там вот есть возможность еще будет вылезти за счет этого источника. Да? Что еще больше теней физических, принципов, которые мы делаем на рынке. Дальше. Весной, если я не шевать, 22-го года, нам вот кто-то из правительства говорил, что там триллионные загажники, соответственно, обосновление будет. Он свеживает, что это целый триллион. А что вообще делать? Он уже пришел. Это по поводу вот региофроса. И вторая часть вопроса, это по поводу фертилистов. Да? Потому что сейчас все... А только сейчас в физики, вы сами понимаете, что покупать надо, когда будет свистер. Да? Угу. Сейчас вот, если мы говорим по поводу рынка, то сейчас все будет другое. То есть, по поводу, да, по поводу фертилистов. Там вторая волна мобилизации. Что-то еще? У вас какая-то карта рисков есть? Которые глобально могут? Конституцию? Индекс? Либо, там, действительно серьезный? Ну, карты рисков нет ни у кого, потому что риски — это что-то внезапное, никто заранее не закладывает. Понятное дело, у меня такое мнение, что рынок может упасть сейчас. Для того, чтобы рынок скорректировался, я не имею в виду техническую коррекцию на 5-10%, которые, в принципе, в любой момент могут произойти. А для какого-то серьезного падения нужен какой-то риски негативный фактор. Это, действительно, может быть новая волна мобилизации теоретически. Либо, может быть, там, не знаю, какие-то крупные поражения там на поле фронта, да, либо какие-то еще факторы, да, непредсказуемые. Эти риски, они всегда есть, их никто не отменял. Есть еще вообще риск глобальной рецессии. Может быть, ФРС сейчас будет повышать ставку, как всегда перестарается, что-то испортится в американской экономике, и все-все акции риска обесцениться западных рынков, нефть упадет, там, не знаю, например, в два раза, да, и, естественно, для нас это не будет никаким позитивом. У нас продолжится девальвация, и будет тоже падать рынок акций. Хоть он сейчас и разделен нам с аностранными рынками. Поэтому эти факторы никуда не уходят. Вопрос у вас был по поводу триллиона. На самом деле этот триллион, он в рынок поступает. Государство финансировало доп. эмиссию Аэрофлота, доп. эмиссию ВТБ. Некоторых других компаний, более мелких доп. эмиссий тоже профинансировали, которым нужна была господдержка. Там в сумме может быть и меньше триллиона, но, тем не менее, эти средства таким образом поступают. Факторы, драйверы дальнейшего роста. Многие компании, они в то время, когда у нас нерезиденты с рыбкой уходят, они могут их захватить долю рыбки. У нас могут прийти инвесторы потенциально из азиатских стран какие-то. Сейчас как раз для этого делают более благоприятную почву в какие-то административные моменты. В целом, один из главных факторов, по-моему, это то, что далеко не все эти... Ну, у нас много денег вывели из России за последний год этот процесс ускорился. И далеко не все сейчас готовы какие-то иностранные инструменты вкладывать, потому что покупка американской акции несет санкционные риски. В целом, это не так просто сделать. В Европе уже недвижимость не купят. Вы там никому особо уже не нужны с российским паспортом. Если смотреть на вещи трезво. Поэтому средства проще инвестировать внутри страны. То есть это, опять же, тот самый иранский сценарий, про который много кто-то что-то говорит. Да, тут нужно делать какую поблажку? Потому что иранский сценарий все-таки не совсем наш сценарий, потому что Иран гораздо более маленькая страна, слабая экономика. И там высокий уровень инфляции, более высокий уровень девальвации и более высокий рост рынка акций. Если сделать какую-то поблажку на то, что у нас тоже будет высокая инфляция, но девальвация будет не такая сильная, но населению все равно некуда средства инвестировать толком, кроме недвижимости рынка акций и каких-то золота, грубо говоря. То я думаю, за счет этого инвестиционный процесс будет продолжаться и будет появляться новый рост. Потому что, опять же, как Алексей до этого говорил в своей презентации, оценки нашего рынка акций сейчас крайне дешевые по-прежнему. И это гораздо дешевле средний, там, за пять лет, за десять, за пятнадцать. Любую оценку, которую взять, это гораздо ниже средней оценки российского рынка. Поэтому эти драйверы остаются. Если будут какие-то моменты, которые приведут к мощной коррекции, какие-то риски, как вы назвали, конечно, на этих рисках можно будет покупать. Главное, чтобы не было риска потери государственных заводов. Скажем, как противно, как у вас компликация? Я еще по оценке, вот, если просто, чтобы цифры представлять, рынка, то сейчас у нас, если собрать вот всю прибыль, которую компания там зарабатывает, да, и представить это как вот одна большая компания, то PNI рынка у нас получается сейчас где-то в районе там шести. А в исторический среднем он был где-то в районе семи. То есть мы сейчас все равно дешевле находимся, чем, ну, вот, компания, вот, когда столько зарабатывает, они как бы должны стоить дороже, да, ну, процентов больше, чем на десять. То есть от шести до семи, если произойдет расширение мультипликатора, так называемых, то та же самая прибыль просто будет стоить дороже. Вот, почему это стоит сейчас шесть раз, а не семь? Ну, как раз потому, что еще есть некоторые риски и опасения, о которых я говорил, мы никогда не рассеялись. И вы когда говорите про какой-то триггер, может быть, триггера и не надо, если они будут просто, этот туман постепенно будет рассеиваться, да, мультипликатор будет постепенно как бы возвращаться там к семице, то есть это уже какой-то рост. И еще дополнительно, да, за счет чего может расти, ну, сама прибыль компании может увеличиваться, например, да, это и расширение мультипликатора и прибыль, одна на другую может накладываться. Еще из-за чего может быть доходность? Из-за дивидендов. Допустим, ничего не меняется, то она не остается низкий, да, не расширяется. Прибыль та же самая. У нас сейчас дивиденды тоже, скажем, выше среднего компании, тип доходности получается, опять же из-за того, что цена ниже на ту прибыль, которую они зарабатывают, то есть порядка там 8% дивидендов. По некоторым бумагам, вот возьмите там тот же Сбербанк, да, но сейчас это у них был там 25 рублей привидент, но в этом году, судя по всему, они там формируют гораздо большую базу для выплаты, да, там под 30. И бумага стоит там районе 250. То есть, опять же, дивидендоходность здесь, получается, ну, ставка депозитов, да, и дивидендоходность здесь какая. потенциальная может быть. Вот. П на Е, если там они, допустим, 1,4 триллиона, да, могут заработать в год до года, ну, я просто, вот, как пример, то есть, вот, какие ориентиры, 1,4. А капитализация там, ну, где-то там 5,6, да, то есть, опять же, в районе 4. То есть, уровень, в целом, П на Е 6, вот, голубая фишка с Бертом, в районе 4. Ну, а если СЭП, он сравнивать, я думаю, вообще должен быть. С чем? С СЭПом, СЭПом. Ну, с американскими. Ну, я понял ваш хамек. Дело в том, что есть такие ухажения. Ну, я с вами согласен по поводу дивидендов. Да. То есть, дивиденды, ну, в чем случае этот регион? В том случае, если они реинвестируются. А, как правило, там, 90-80%, ну, вы уже знаете, да, не реинвестируются. А вопрос теперь, сколько будут выплачивать, как регулярные, да? Вот, в принципе, возвращаются к этой планке, там, чуть ниже 50%, в целом, в районе 45%, там, 47%. Вот так прогнозируется в общей прибыли компании будут выплачивать. Ну, кто-то побольше, кто-то поменьше, ну, то есть, верополитика, например, 50%, да? Вот такая. Вот, такая все ориентировочно средняя вот эта цифра и бьется. Там, кто-то, конечно, меньше какие-то технологические у нас компании, кто-то, ну, и вообще хватит, там, один-два процента, там, где доходят. У кого-то она существенно может быть выше, как у кого-то. Вот. А, насчет резидентов, которые вышли и так люди переживают, за это тоже будет покупать и разгонять рынок. Я вообще, конечно, с ними улыбаюсь, не смеюсь, но улыбаюсь. Послушайте, мы же все, как бы, понимаем, что чем меньше у вас конкуренции, да, тем вам лучше. Другой покупатель, дополнительно, это конкуренция для вас. Вы придете покупать недвижимость, если вы единственный покупатель, да, вы добавляете скильки, там, на квартиру, там, десять миллионов цена, вы пришли, а один такой, ну, давай, за девять с половиной. А пришли, там, десять таких, как вы, там, акционы, там, одиннадцать-двенадцать заплатили, да, и вам не достанут. Поэтому сейчас вот это вот отсутствие нерезидентов, оно как раз и приводит к этой вот еще ситуации, когда невероцеменность существует. Потому что, когда придут те люди, которые знакомы с мультипликатором у Apple, которые сталкивались с этой бумагой и видели P&E у нее, да, и сейчас имеют возможность только ее покупать, когда они будут иметь возможность сюда зайти, конечно, они скажут, ну, ребят, да вы тут просто, тут же вообще, конечно. Вот. И поэтому, так сказать, желаний своих иногда надо бояться. То есть, когда это произойдет, ну, действительно, это будет, наверное, хорошо для роста котировок, но тут плохо с точки зрения возможности купить дешево. Да. Парфель, можно посмотреть, вот, пример готовности комиссии по клиентам за приютом? Да. Там приют 1 января 23-го по 24-го июля. Вопрос, как вы делали P&E с 1 января 22-го по 24-го июля 22-го? Да. Ну, просто понять, да, насколько он проседал… И 1-ая половина прошлого года? Да. Ну, просто понять, как он уже… Проседали, может быть? Конечно же в портфеле… Да, конечно же в портфеле проседали, не по всем портфелям было седжирование, да, мы иногда седжировались через Сорт-индексы. На самом деле никто не ожидал, что все-таки военные действия начнутся, это сейчас как бы уже все понятно тогда было далеко не так да 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 и как бы просадки были но они были меньше гораздо чем у индекса потому что валюты было в портфеле много и во многих портфелях рост валюты он в целом чуть ли не компенсировал наверное не компенсировал но там 75% от просадки рынка акций он во многих случаях компенсировал мы на уровне там 100 110 120 ну где-то чуть ниже 100 валют продавали когда рубль начало крепляться да, начинали покупать обратно только с уровня уже ниже 70 рублей за доллар вот, поэтому образовалась просадка по портфелям на конечно же по разным портфелям разная статистика но от от 10 до 40% были просадки которые мы компенсировали полностью во вторую половину года и к моменту начале этого года уже оставалось мало портфелей которые в итоге по итогу года были в просадке дальше смотрите у вас там по налогам идет в агрессивном артере налоги уплачиваем на 2-2 миллиона а в консервативном стоит 3070 ну вообще по налогам плюс получили на налогам на налоге там можно особо не спарить почему потому что мы многие сделки не закрыли и налог еще не рассчитан это то что было до сих пор как плюс получили там был наверное возврат налога просто объясню почему на первом счете налог больше потому что мы прибыльные сделки по акциям закрывали как я сказал ранее на втором счете мы сидели в валюте мы не являемся налогом агентом и поэтому даже при продаже валюты мы налог не платим плюс наверное был за счет того что мы возврат налога сделали ранее уплаченного и поэтому там только показатели но вообще это не репрезентативно потому что год не закрыт и не все сделки закрыты то есть там у нас сейчас там какая-нибудь акция у нас в Сургут плюс 9 миллионов в портфеле мы сейчас в Сургут допустим решим продать у нас сразу там миллион налогов написано да вы смотрите по фенриезу вы говорите о том что у вас комиссия 10% мы всем слышали да? или погромче? погромче да вы говорите о том что у вас комиссия 10% да это успех если мы посмотрим на фенриез по портфееру по одному у вас фенриез 22 миллиона а комиссия 4,8 25% почти да по второму портфееру у вас фенриез 70 а комиссия 4,8 существенно меньше 10 как это получается? вы знаете по второму портфеле мы активно используем хижирование да и часто заходим в сделки в том числе стараемся ну то есть если круг рубль начинает укрепляться мы не хотим терять полученную доходность да мы открываем шорт по фенриезу а комиссии считать за фенриезы? нет сюда входит комиссия за сделки туда входит комиссия за сделки комиссия за управление сюда вообще все комиссии входит которые клиент платит а как получилось тогда меньше 10%? меньше 10% что? мы оплатили видите у вас в фенриез стоят 71 миллиона на комиссии 4,8 да потому что сделать было немного мы лукойл держали все это время с плечом пару раз мы его продавали и докупали мы взяли сургут остальные сделки которые были по первому портфелю они вообще на небольшую долю от портфеля то есть такой портфель был малоподвижный вот и мы получили по нему такой результат значительно хороший хотя проект был довольно агрессивный но при этом мало подвижных да да, совершенно верно агрессивный потому что там плечо которое иногда больше чем сумма портфеля у нас была то есть в какие-то моменты у нас больше 100 миллионов рублей было в плече сейчас у нас плечо на 70 миллионов но мы сейчас его опять скоро увеличим а по второму портфелю было гораздо больше сделок но мы никогда не использовали плечо поэтому комиссия которая там потому что там было много сделок а можно очень разрешенный прогноз положить потому что смотрите сегодня у нас уже двадцать двой да а экспортеры у нас закончили вот и плюс еще поскольку многосрочно плюс еще у нас в августе будут дивиденды да то есть компания что продает выше ремонта что-то платит да вам опустили дивиденды вот дивиденды у нас в августе да нет все, дивиденды закончили выплаты выплаты последние последние отсечки были это отсечка она фактическая потому что фактические выплаты они должны продать выручку да в августе соответственно да я думаю они уже если честно продали потому что но это я не знаю как там точно эти процессы происходят конечно я ж не в этой компании не работаю то есть заранее на ну смотрите ну смотрите последние отсечки были там по-моему 23 числа июля там Сургут и Транснефт были по-моему последние и там на выплаты отводятся примерно две недели то есть двадцать дней потом после отсечки по-моему в общем ну через неделю где-то они уже должны будут их заплатить но если вам нужно было в течение двадцати дней теоретически какую-то сумму заплатить вы бы наверное заранее немного уже конвертировали я думаю они уже со дня не на день придут на самом деле вот поэтому дивиденды уже я думаю нет уже все и следующие дивиденды они будут уже осенью ну какие компании промежуточные дивиденды могут объявить но это уже не спор вот завтра окончается налоговый период да опять же опять же доллар вот стоял долгой на 90 да явно были повышены обороты выручку продавали под налоговый период может под налоговый период может нет мы не знаем сегодня уже пошло движение наверх небольшое я предполагаю что может быть но основную часть выручки уже продали в общем может быть еще как бы естественно это все гадание никто не знает курс курс рубля сейчас максимально нужно предсказать но поскольку дивиденды выплатили налоговый период закончился и рубль пока не укрепляется я могу предположить что в августе мы можем вырасти еще одну валюту может еще подрасти до каких уровней невозможно предсказать в смысле доллару подняться в смысле валюты может еще вырасти теоретически до каких уровней предсказать невозможно может быть мы обратно к максимуму придем предыдущим да там 93-94 может быть мы пойдем там выше до 100 и центробанк уже будет повышать ставку еще там на 100 на 200 пунктов чтобы как-то сдержать инфляцию вот и потом в какой-то момент там рубль может начать укрепляться после этого да но я не исключаю что будет укрепление рубля как у меня есть один клиент он очень любит спекулятивно торговать внутри дня я ему все время говорю что это плохая затея потому что это наиболее проигрышная стратегия максимально рискованная но периодически когда рубль укрепляется на 20 копеек он мне звонит говорит что началась великая эпоха укрепления рубля и вот я поэтому немного иронизирую может быть рано или поздно начнется великая эпоха укрепления рубля но мы не знаем с каких отметок и куда она придет может быть курс стабилизируется на 90 и со временем придет на 85 может быть курс улетит на 110 и со временем вернется на 90 по доллару опять же здесь покажет эта практика опять же наиболее важное значение экспортно-импортный баланс в предыдущем месяце у нас первый раз был дефицит по экспортно-импортному балансу то есть это сильно давит на рубль во вторую очередь это выход не нерезидентов продаж бизнеса нерезидентов вот постепенно все-таки нерезиденты выходят их выпускают пускай сейчас окно это сузили и сократили объем продаж но мы не знаем в корне этих процессов но они могут дальше продолжаться то есть девальвация может продолжиться вот в какой-то момент потом мы получим обратный эффект и нельзя исключать еще ну это такой как бы рисковый сценарий если вдруг наступит глобальная рецессия а сейчас вот если последние смотреть прогнозы экономистов по американскому рынку акций по-прежнему 50% лучших инвестиционных аналитиков западных прогнозируют рецессию в США а если рецессия будет все-таки не мягкая какая-то посадка а более серьезная вдруг какой-то банк у них еще поломается мы же не знаем как там это может произойти может быть обвал как бы теоретически серьезный да может быть там крупная просадка рынков акций и может быть нефть там сильно обвалится когда девальвация рубля в моменте очень сильно может ускориться при этом сценарии ну то есть индекс по сути должен снесется да но доллар рубль как тогда доллар улетит на 150 тогда доллар улетит на 200 но соответственно рубль очень очень тогда рубль может упасть еще очень сильно при этом одном рискованном сценарии его тоже нельзя как бы выбрасывать из расчета но если это все суммировать все что я сказал я не исключаю что мы еще там месяц-два можем курс рубля может проявлять слабость да а потом мы можем прийти к уровню 95 или 100 за доллар может чуть выше потом может быть будет уже эффект обратного укрепления рубля все это предсказать очень сложно потому что мы не знаем каких-то разных факторов которые будут играть в рубль вот и также был вопрос у нас по облигациям по облигациям вторая компания вторая шелона видите ли там где-то большой по облигациям отвечая на ваш вопрос вот Алексей сказал что инфляция пока низкая но последний месяц она ускоряется каждую неделю последние данные уже выше 0,24 по-моему за неделю вчера по-моему выше данные и это уже мы уже подошли к инфляции 4% за год это цель центробанка но из-за того что рубль сейчас такой дешевый стоит 90 рублей за доллар у нас курс то инфляция будет дальше как минимум расти такими же темпами а может быть и ускоряться потому что все импортные товары они будут расти в цене пока у нас такой курс вот и поэтому центробанку скорее всего придется еще достаточно сильно ставку повышать мы не исключаем что там на следующем заседании они могут еще там на пол процента на процент поднять к концу года они могут довести ставку до уровня 9,5 или 10% а если все пойдет по плохому сценарию то это могут быть более высокие уровни вот и соответственно в такой ситуации длинные облигации вообще нельзя покупать совсем мы их продали уже очень давно вот короткие облигации с дюрацией меньше года их покупать можно в принципе да но если у вас меньше года до погашения то вы покупаете доходность какую-то определенную и эту же доходность вы и получите если год будет бумагу держать вам все равно вам не придется ее продавать потому что ее по номиналу погасит вот но какие-то какие-то длинные бумаги лучше из портфеля исключать опять же покупать короткие облигации можно возможно к тому моменту как облигация погасится через полгода или через год ставка ключевая будет на уровне более высоком вы сможете эти деньги реинвестировать по более высокой доходности вот и тогда уже можно взять федерацию побольше не знаю 2-3-5 лет но это уже нужно смотреть в том моменте а еще замещающие облигации такие тоже имеют место быть да там как раз вот этот валютный риск ну он как раз не умерируется потому что сама облигация в оригинале там вытащена долларов или евро здесь здесь зеркалена в рублях то не не это либо которые замещающие тоже такой инструмент посмотреть за можно доходности если доход доход горизонтальное облако. К вашему вопросу, когда это начнет опускаться и снижаться, но вы знаете, для компаний это вообще ничего не значит, это доходность. Они когда-то эти выпустили облигации евро в Европе, и теперь они просто, как сказать, выплачивают уходы по ним, ну и будут, естественно, гасить, но уже по курсу на день уплаты. Надо им заплатить купон. Раньше они должны были заплатить долларов, например, а теперь они смотрят, какой курс на этот день, соответственно, выплачивают вам не. Эту доходность вы спрашиваете. Вопрос 2. Когда она вас перестанет устраивать, такая высокая, когда вы согласитесь на более низкую? Вот тогда она и снизится. То есть вы же ее определяете сейчас с продавцом. Компания вообще к этому отношения не имеет. То есть какой спрос предложения на эти бумаги? Да, сейчас, верно, предложение большое. И опять же из-за того, что компания выпускает эти долги, просто их все больше перетаскивают из-за границы. То есть сначала там перетащили на 14 миллиардов, сейчас эта сумма там вырастет до 30 миллиардов. Ну еще надо там остатки. А те, которые квалифицируются бумаги, они в совокупности где-то 30 миллиардов долларов. То есть этот вот идет притом этих бумаг, они их перетаскивают сюда в эту юрисдикцию. Соответственно, есть большое предложение. От компании это не зависит. Это чисто вот тот уже существующий долг, просто приезжает сюда, и вы, как я говорю, покупатель вне конкуренции с другими, ну вот так баскуйте немножко и платите низкую стоимость, получаете высокую доходность. Потому что только блажение, да, поступает. Вот и все. Как только вы будете конкурировать между собой, 9 процентов, по сути, в долларах, да, но будет только в рубля. Это не очень интересно ли? Будет больше и больше спрос, а потом, соответственно, будет опускаться цена. Это все вами определяется. А замещенные облигации, они чьи? Европейские или все-таки они? Не те, они российские компании. Выпущены они в третьей, ну в другой стране, в валюте не той стране, не выпущены. Допустим, что такое еврооблигация? Допустим, эта бумага, аппликация, выпущенная российским имитентом в Европе, но не неравнатолго оттуда. То есть, если долговой рынок Европы начинает посыпаться, то тогда они могут быть... Это долговому рынку Европы. Вообще никак нет. Наши имитенты, российские компании. Это наши замещающие. А замещающие, потому что они изначально были выпущены. А, они там были. В той юрисдикции были компании, да? В Европе. Да. И теперь они их просто зеркалят здесь, да? То есть, в том числе... То есть, это те же компании, там типа полиметалл, да? Все эти вот... Газпром. Газпром? Газпром. А, Газпром. Я продал акции Газпрому, купил замещающие облигации. Около десятых крупных. Только Газпром? Нет, нет. Около десятых крупных компаний. Ну, полиметалл там, Яндекс, да, наверное? Роснефть будет... Газпром. Роснефть будет. Понятно, я не буду сейчас. Понятно. Я сейчас точно... Газпром. В компании надо просто списывать... А хорошо, а при дюрации там валютная переоценка имеет значение, если там доллар будет 150, допустим? Я хочу еще раз объяснять, что просто компания выпустила облигацию, что она должна, обязательство какое? Выплачивать купоны, выплачивать потом номинал при покошении. В основном это пока купоны, то есть покошение оно разовое в конце, когда заканчивается срок облигации. Вот купоны выплачиваются, они выплачиваются на прописанном долларе. Допустим, да, такой-то купон, процент выплата в доллар. Но в этом долларе невозможно, поэтому ее переводят сюда, и теперь вы получаете эти доллары по курсу на день выплаты. То есть о валютной переоценке сам происходит? Назовите это валютной. А кто брокер является налогом? Видели вы риск фиксации курса? Ну, кто собирается фиксировать? Наш Центробанк, по-моему, очень последовательный в этом говорит, что не собирается ничего фиксировать, потому что это приводит к плохим последствиям. Рано или поздно ты сливаешь все свои резервы. Поэтому это валютный курс у нас официально. С иностранными акциями какие-то есть перспективы? Купить, продать их можно как-то? Вот этот вопрос может стать с картом? Ну, я как говорил, мы работаем через фьючерсы на индексы. Те акции, которые куплены уже? Которые были? Заблокированы, да? У меня заблокированы хрен вот участки. Те, которые заблокированы, здесь как бы ничего не поделать. Нужно ждать пока... Пока не резок не выпустил? Ничего не выпустил? Ну, тут даже два разных этапа, которые могут быть как-то взаимосвязаны. Но пока все опирается, конечно же, на окончание конфликта, скорее всего. Нанее это вряд ли какие-то будут серьезные подвижки. Можно покупать американские акции на неподсанкционных рокерах, но вы рискуете тогда, что они тоже заблокируются. Если у вас уже есть заблокированные акции, то, конечно, два раза не хочется наступать на одни и те же граммы. Можно торговать через даже какие-то иностранные брокеры, но там опять же такие же риски. А СПБ работает? Да. СПБ работает. Через другие брокеры. Да. Работает через другие брокеры. Отчет написали еще, что вот Райфайзенбанк с 1 августа же перестанет принимать валюту у населения. Что-то такое. Это что? С вашим банком так неизвестно? То есть что? Получается сейчас валюта становится настолько токсичной, что ее даже банки перестанут покупать? Да, банки их не покупают. Наличные один за одним. У населения. Здесь будет никому ни евро, ни доллары. Да, да, да. Этот процесс идет. Ну, я думаю, смотрите. Во-первых, вы всегда можете валюту поменять на рубли. Работают отменники. Проблема скорее с тем, что вы конкретно валюту приносите в банк. А банк, ваша валюта, ему не нужна. Ему нужны только рубли. А причина какая? Ну, причина в том, что это связано с валютной политикой банка. У каждого банка есть риск менеджмент. И он оценивает потребности финансовой банка и то, что банку нужно и не нужно. И они оценивают банки это так, что им валюта не нужна, а они, может быть, не знают, что с ней делать, куда ее применить. Потому что спрос на валюту у населения не такой большой. Если кто хотел... Не, ну, даже как обменник в банк раньше можно было прийти, сегодня сюда первое место. Да. То есть даже этим нельзя будет воспользоваться. Да, можно воспользоваться услугами обменников и других банков. Но их мало становится. Банки больше предпочитают работать с рублями, да, потому что работать с валютами составляет определенные сложности. И, кстати, вот вопрос по поводу замечающих облигаций. Можно я тоже дополню немного. То есть два типа бумаг есть, которые на вас бирже торгуются, мы их регулярно скреплями покупаем. Это суверенные евробанды российские и замещенный корпоративный долг. Суверенные российские евробанды, они не облагаются налогом на валютный переоценку. То есть вы можете купить Россию-28, поддержать ее в любое количество времени, продать. Доллар за это вырастет на 20%, например, вам за рост доллара не надо будет налог платить. А мы ее можем сейчас купить, Россия-28? Да, можете купить. В открытии? Она стоит около 120% от номинала. Это я знаю. Примерно. Ее можно купить в открытии. Все, что торгуется на матбирже, можно купить в открытии. Так она валютная? Да, через рублевый стакан. Там есть рублевый стакан. Можно, да? Да, по рублевому стакану можно. Я просмотрел, не нашел стакан. То есть тело 120%? 120, 121 она последний не торгует. 120% от номинала. У нее доходность, извините, 12,75% годовых в валюте. В валюте? В валюте. В валюте. Это 28-й? РОС-28. И нет валютной переоценки вообще. А Тюра-Сюра в 28-м году погашение. А, Россия в 28-м году? Да, да. А кто имитил? В смысле, Россия? В смысле, доходность? Да? В смысле доходность? В смысле доходность? Текущая? Текущая как всюду. Но их можно уже переводить на отекте, промотировать здесь, покупать и продавать. Ну да, за случайность. У нее купонная доходность 12,75, поэтому номинал выше. Вторая часть. Цена выше. За два года получается. Это облигации порядка десяти компаний, которые торгуют на моткинерже. 12,75. За два года получается. Борец Капитал там есть, там есть Питал Инвест, там есть Соркомплот. И этот список, он будет постоянно расширяться, и можно будет купить новые бумаги. И доходность сейчас около десяти процентов есть по газпромовским бумагам. И вот вопрос тоже, как изменится баланс спроса и предложения. У вас есть рублевые облигации, они много у кого есть, да? Они приносят, например, десять процентов годовых. Вы знаете, что будет повышать Центробанк ключевую ставку, потому что инфляция ускоряется. Он будет повышать ее дальше. И цена ваших рублевых облигаций, она математически будет падать. И вы можете продать рублевые облигации, купить валютные с такой же доходностью десять процентов. Такой возможности не было никогда. Я думаю, сейчас это будет несколько поддерживать спрос на самом деле на валютные бумаги. Потому что если бы у меня были рублевые облигации, у меня их нету, потому что я знаю, что они будут падать. Я бы сейчас их лучше продал и получил бы валютные облигации. В долларах, в евро и есть облигации в юанях в том числе. В юанях, правда, заходности пониже. Покупаются в рублях, да? Все покупаются в рублях, кроме юаневых. Потому что Китай на нас санкции не вводил, и мы можем юаневым торговать. А вот еще вопрос. Какой сейчас предполагаете оптимальный баланс в портфеле между акциями и облигациями по процентам? Вот у меня 50 процентов. 50 на 50. Нормально? Ну, это такая классика. Но оптимального нет, потому что он индивидуальный всегда. Это понятно. То есть, ну, понимаете, вот и зависит очень сильно от риск профиля, да? Мы здесь не можем сказать, что является оптимальным, там, да, вот, вас, или вас. Потому что у каждого свой риск профиля. Вот. У вас просто такой баланс, да? 50 на 50 получился. Такое встречается. Я сказал слово классика. Мы так бывает. Развешивают достаточно часто. Но это не говорит о том, что он оптимальный для всех. Это я понимаю. Наоборот, там, 70 на 30 в одну или другую сторону будет, может быть, более оптимальным. Но сейчас ожидается рост акций или облигаций? Что принесет большую доходность? Еще раз говорю, мы это уже не можем. Это надо конкретно консультироваться с вашей, так сказать, жизненной ситуацией, с вашими, так сказать, доходами, расходами, целями. Что вы видите там на ближайшее будущее, что вы, может, хотите приобрести что-то в квартиру до конца года. Тогда, может, не стоит так сильно. Это понятно. Как Стас говорил, компании, которые будут выплачивать дивиденды, уже позаботились заранее, купили там рубли на валюту. И здесь все надо планировать. Вот. Если я говорю, обычно люди молодого возраста, мы им советуем там обычно в парфе более агрессивный состав. Это 50 на 50, поскольку у них длинный горизонт очень, да. Ну, там, может, в 30 лет собирается копить себе еще 30 лет, там, или 40 до пенсии. Соответственно, он что будет делать? Только докладывает. И если он купил что-то агрессивное, что упало, но ему даже лучше, потому что он все время докладывает, он еще дешевле это докупит. И, там, в 30-ти годах еще, ой, как много раз это все вырастет и упалет. А человек, который уже постарше, допустим, да, ну, он уже становится более консервативным. Ему хочется жить на какой-то постоянный доход. Он начинает двигать свой парфель в сторону инструментов с понятной такой доходностью. Это, как правило, облигации, потому что там прописана доходность, да. Поэтому так естественным образом люди двигаются обычно от акций в сторону облигаций, в сторону адресивного, более консервативного с возрастом. Это единственное, что я могу концептуально сказать, но расклад конкретный для кого-то невозможно сказать, если что-то. Надо писать тебя спокойно. Скажите, пожалуйста. Давайте по-моему. По поводу валютной эксплуатации. Сейчас вы упомянули, что существует на рынке валютных ключевых объявлений, будет уплажаться, он достаточно долго держится. Да. Есть ли какие-то объяснения? Да, с чем связано? Да, объяснение достаточно простое. Во-первых, точного ответа на этот вопрос, конечно же, нет, это совокупность факторов. Но здесь две составляющие присутствуют, основные, на мой взгляд. Первое – это то, что многие из компаний, они хеджируют позицию по валюте через шорт по фьючерсу. То есть они видят, что фьючерс вырос там 90 рублей за доллар. Их этот курс устраивает, они хотят позицию свою захеджировать, они продают фьючерс. Продают они его в рынке, в стакане, и поэтому немного продавливают цену вниз. Вторая составляющая – это чисто ваши человеческие ожидания. Периодически эта баквардация расширяется до 2-3 рублей. Когда вот курс недавно на 93,5 по доллару на максимум приходил, фьючерс был уже на 2,5 рубля дешевле. Почему это происходило? Потому что люди думают, что сейчас курс валюты слишком сильно растет, и это уже немного чрезмерный рост, и они ждут курс валюты дешевле. Поэтому они уже перестают покупать на таких высоких уровнях, и разница эта расширяется. Сейчас опять баквардация сузилась, сейчас где-то 50 копеек по доллару сегодня была баквардация. Ну и не должно быть вообще ни какого дифференциального процента от салата, ни 8,5%. Там должна быть формальная пение, выравленная… Нет, вы правы, да. Этим как раз пользуются кэдитрейдеры, так называемые. То есть они покупают здесь высокую доходность, тут же ее хеджируют через фьючерс. Но в том-то и дело, что просто опять возвращаемся к вопросу, закрыть пока для них вход. Они бы если могли войти с удовольствием, мы конечно воспользовались. Берешь облигацию там 9%, хеджируешь еще с баквардацией, еще дополнительно зарабатываешь. И соответственно арбитраж просто колоссальный. Поэтому опять же, какое-то открытие рынка когда-то, наверное, произойдет, она вот эти вещи, она арбитраж съест. То есть когда они за эти бонды заходят наверно? Я думаю, что эти ручейки потихонечку, они настраиваются на самом деле. Понимаете, вот как у нас экспорт-импорт. Когда импорт там нарушился, он у нас сначала нарушился, а сейчас стал расти. Настроился импорт, надо было больше валюты, и рубль стал слабее. Потому что спрос на валюту появился. Потому что сначала покупали товар в основном в Европе, там не смогли покупать. Соответственно, а что делать? Надо найти новых партнеров, настроить новый канал. Так и здесь, я думаю, какие-то там, может быть, тоже ручейки начнут поступать. Такихонечку эти деньги. Так что может даже где-то спрос на рубль и появится со стороны иностранцев. Потому что здесь интересная доходность, которую можно еще захеджировать через фьючерс. Почему нет? Ну, если бы вы были вот иностранцы, вы уже об этом подумали. Правильно? Да и дело. Вот. Скажите, пожалуйста, насколько оправданно существенен риск сильного снижения ГДРов на типозону, ВК и так далее при осуществлении редомилиации? Есть ли он такой риск? Резда не целяцкий, да? Вот. Что можно сказать от этого? Ну, это вопрос сложно ответить. Да, вы знаете, но риск на самом деле есть, они могут снизиться. Да, тоже будет на вес предложений. Но с другой стороны, зачем Озон сейчас продавать, когда компания начинает на прибыльность выходить, да? И когда понятно, что когда компания начнет демонстрировать квартал в квартал уже чистую прибыль положительную, да, пока мы операционную чистую прибыль увидели, но скоро, вероятно, будет уже и чистая прибыль, да? Они сейчас просто много тратят очень на логистику, да, на расширение инфраструктуры. Когда этот процесс произойдет, конечно, на вес предложений может цена, там, бумага волатильная, да, может цена, там, на 10-20% вниз продавить легко. Но потом, опять же, рынок пройдет на равновесные уровни, на которые спрос превысит предложения, цена начнет опять расти. Вот, ну, здесь как, ну, настолько, рынок сейчас настолько неэффективен, настолько эти процессы, они первый раз происходят на рынке, такого никогда не было, что на ответ на этот вопрос дать невозможно. Но, тем не менее, опалится ли бумага в два раза на аренду вентиляции, я думаю, нет. А по времени это можно как спрогнозировать, когда это может произойти? Это невозможно спрогнозировать по времени. Вроде говорят, что, как говорят, недавно был принят закон, который буквально на прошлой неделе, который упрощает этот процесс переезда. Потому что теперь это компании могут это делать, не спрашивая там европейцев и американцев, да, сами по себе. Но, опять же, есть компании, которым, если простым языком говорить, пофиг на европейцев. Они взяли, ушли, и им инвестиционная привлекательность западная неинтересна, да. А есть компании, которые вообще не хотят свою репутацию портить. Они не будут спешить с этим процессом. И поэтому этот процесс, он может быть растянут на годы. Но в случае некоторых компаний, как Global Transit, например, переезжают скоро, да, недавно от ювелия. А какие-то другие компании, которым больше нужно, которые более в этом заинтересованы, они будут ремонтироваться в течение года, вероятно, да. А есть компании, которые в целом, может быть, и не будут переезжать, потому что они хотят дождаться, пока все это закончится, скажем так, да, и сохранить лицо перед западными инвестами. А технический вопрос, почему в открытии нельзя теми бумагами торговать, хотя бы ТВ-брокеры, финалы и так далее? Можно. Нельзя. Ответками? Да. Ни ГДР не дает, ни покупать, ни продавать. Продавать можно, но их продаем. Но продавать можно, если ты купил заранее, только можно. Шортить нельзя. И покупать их нельзя. Покупать нельзя, но нам месяц назад обещали, что вот-вот можно будет их покупать. Мы надеялись, что в течение месяца реализуют этот процесс, но пока не реализовали. Но в скором времени можно будет, потому что мы приходим сейчас к общим стандартам с ВТБ, так как мы вступаем в ВТБ, да, и у нас будут абсолютно одинаковые возможности, которые приводятся в соответствие. Поэтому эта возможность скоро появится, как-нибудь. А если они не забывали, то мы сходим в ВТБ? Нет, они в НРТ сейчас. Мы же в рублем контре здесь торгуем. Нет, если ты же сам модель на АДР, с пятеночкой, газоной. Нет, ну мы же в этом Евроклире вообще не торгуем. Это все что у нас в внутреннем контре. Сейчас есть возможность у нас покупать АДР-ки через, опять же, перевод из Евроклира, она недавно появилась. Но это уже совсем другой вопрос. А там большие пакеты? На миллионы или как? Там вообще дорогой вклад достаточно, от 30 миллионов рублей. 30 миллионов? Да. В целом вы можете воспользоваться этой скупой, если вы заходите с умой от 30 миллионов рублей. Можно вопросы обращать на наше коллектива? Как, с вашей точки зрения, существует ли взаимосвязь роста курса валюты и дальнейшего роста курса акций? Например, не день в день, а с каким-то ладом. То есть я о чем сейчас говорю? Если растет плюс доллара, то, например, активы лукойла в долларовом выражении, они же в любом случае остаются как бы на месте, но в рублевом они должны расти. А ввиду того, что мы здесь, на московской бирже, отбудем в рублевом эти валюты, то, по идее, если растет курс доллара, то через какое-то время, пускай они не в день, через месяц, через два, через полгода, оно должно как-то немножко догнать. Ну, я понял. Смотрите, во-первых, ну, конечно, не к активам же оценивают компанию. Допустим, там, у лукойла сколько-то там запасов нефти, да, разветных. Ну, кто их там не переоценивает, там, по отношению к доллару, такой мультипликатор там будет к запасам столько-то. Но переоценка другая идет, как всегда, вот почему, когда курс слабеет рубля, да, говорят как раз про экспортеров. А экспортеры, в основном, это как раз нефтяные компании, самые первые среди экспортеров. Поэтому на них это всегда сказывается положительно, и такая связка всегда присутствует. Вот ослаб рубль, это все очень положительно для экспортеров. Потому что они получат, ну, ту же уличку валюте, но, пересчитав ее в рубли, она будет больше. Соответственно, здесь они могут заплатить и больше дивиденд в рубль в кабарете. Объем товара остался прежним, да, который ушел на экспорт. Больше денег в рублях пришло за тот же объем. Даже если цена на нефть не изменилась. Вопрос о ручеках. Я на днях видел новость, что, помню, Центробат написал, что у ФЗ-шках осталось 8% иностранцев. При том, что до СМУ было порядка 30 секунд. Я не могу понять механизм, когда они выходят, что они делают. Куда они потом идут? А где можно найти информацию? Да это на самом деле нигде. Я думаю, что никто не скажет. И может только предполагать. Но есть какие-то пути. Мы сейчас выкупаем ОФЗ заблокировать счетов дисконтом. Мы это можем делать как подсанкционный брокер. Да, это только подсанкционные брокеры могут делать. Дисконт там от 3 до 10% состоит. Комиссия за сделку 2%. Соответственно, люди могут продать эти заблокированные бумаги. Поэтому я так предполагаю, что это один из процессов, который ведет к уменьшению доли УЗУ в унилисте. Но опять же, на этот вопрос ответить точно не будет. Точно сложно, но могу только предположить, может кому-то из нелезиментов можно продавать. Может там есть дружеские, дружеские. Поэтому если вы посмотрели все это вместе, то там еще может какая-то деградация. Так я просто не могу дальше показать. Да, мы, наверное, подходим к финишу мероприятия. Последний вопрос задам. Это вот драйверы роста все-таки. То есть первый драйвер вы назвали, это то, что не до цену, а драйвер наш. По сравнению с, ну, довоенными, скажем так, временами. Сейчас вот этот риск, он уменьшился, но, конечно же, его нельзя встречать. Непонятно, как повернутся действия на фронте. Непонятно, какие санкции на нас новые. Тут я как-то не совсем, наверное, соглашусь с вами. По поводу дивидендной истории. Мы говорим сейчас о том, что есть замещающие администрации, которые дают доходы в порядке. Мы говорим о том, что максимальная цена. При этом плюс еще будет явно валютная реоценка, которая тоже увеличит доходность. Мы говорим о том, что Центробанк, скорее всего, будет вырушать ставку. А это значит, рублевая доходность по тем же УФЗшкам, она тоже вырастет. Сейчас наборение 11%, пункт 12%, пункт 13% на длинном проценте. И тогда вопрос, а зачем нужен рынок акций, если, в принципе, есть такие доходности уже сейчас? Это все-таки такой фактор большего снижения, как мне кажется. Но, видите, вы так просто подняли, что уже есть то, что будет. Вы сказали, будет 12-13, хотя не факт, что будет. И вообще сказали, что это уже есть и конкурируется. На самом деле, насчет таких доходностей, это ведь, ну вот, тут Стас сказал, но я немножко усложню для вас. Понимаете, что происходит на самом деле? Ведь что делает Центробанк, повышая ставку? Он чего добивается? Он добивается не увеличение доходности для облигаций, а снижение инфляции. А если он этого добьется, и вы такой, о, инфляция, действительно, я смотрю, движется к 4%, допустим, да? То с чего вы думаете, что ОФЗ или какие-то другие облигации будут все больше и больше давать вам доходность на все меньше и меньше инфляции, чтобы вы, так сказать, вот эту реальную доходность, она с чего будет расширяться там? Вопрос, да, непонятно. То есть, вообще-то, вообще-то, ОФЗ не колыхнулись, когда Банк России объявил повышение ставок. Почему они не колыхнулись? Ну, потому что это уже как раз ожидалось, и как раз эффект от повышения, может быть, как раз снижение инфляции, соответственно, может быть даже кривая, но, знаете, бывает, она, наоборот, инвертируется даже, да? То есть, бывает длинный, конечно, ниже, чем короткий. Далеко за примером ходить не надо, посмотрите на штат, да? Где там ставку повысили, но все думают, что инфляция будет не спередать. Там десятилетка дает доходность 3,85. Короткая ставка сейчас 5,5. Поэтому вот ваше предположение о том, что уже, как бы, 13-13 точно будет, и оно уже есть, и, как бы, на самом деле ничего в этом, ну, не... Я разработал курс, как зарабатывать в интернете. Дело в том, что многим просто уже и не хватает денег. Чем хорош бизнес в интернете? Тем, что вам для того, чтобы зарабатывать деньги, нужен только интернет. И вот этим он хорош. И, на самом деле, если вы сможете построить такую систему бизнеса, которая позволяет вам зарабатывать деньги в интернете, то вы сможете выжить где угодно, буквально. И, на самом деле, сейчас Россия как раз предоставляет возможности. В России можно зарабатывать в интернете. Я вам это покажу. Я это делаю сам с успехом и вполне себе на это живу. И более того, я через интернет через это все создал буквально пассивный доход. Я научу вас, как создать автоматические воронки продаж. То есть, ваши продажи будут проходить просто день и ночь, круглосуточно. То есть, за вас будет работать ваш вот этот вот ресурс, автоматическая воронка продаж. Она будет приносить деньги. Такие люди будут просто заходить туда и приносить деньги. Но самое главное, конечно же, надо давать людям ценность какую-то для того, чтобы они вам захотели продать. Именно об этом будет мой курс. Сначала я покажу, откуда берутся деньги, как они берутся. А потом я расскажу, как эти деньги просто масштабировать. То есть, дать какую-то ценность максимальному количеству людей. Какая эта ценность будет, каждый выбирает сам. Через интернет можно продавать буквально все. Я знаю людей, которые продавали буквально щебенку, какие-то экскаваторы. На примерах я покажу, как человек просто через интернет добился достаточно больших оборотов. Там миллион-два в месяц. Но он не получает этого, его обороты. За отделку и ремонт. То есть, масса всего есть. То, чем вы занимаетесь, вы можете усилить свои продажи через интернет. Естественно, можно сделать так, чтобы все работало в автоматическом режиме и на удаленке. Это все возможно. Курс стоит небольшие деньги, всего 3000 рублей. Я вам покажу и дам задание конкретное, как вернуть себе эти деньги. И это надо сделать. Потому что, во-первых, при этом мы с вами построим систему, которая позволит вам получать деньги. При этом же вы должны заработать деньги. Прямо сейчас вы увидите ссылку на мой сайт. Это как раз и есть автоматическая воронка продаж. Вы увидите, как она работает. И при этом сможете записаться на этот курс и заплатить там деньги. Субтитры сделал DimaTorzok